Здравствуйте, мои дорогие! Довольно часто меня спрашивают, как выбрать направление разработки. Ладно, там черт с вами языками, я вообще в принципе совсем не понимаю, в какую сторону мне смотреть. Есть всякие фронт-энды, бэк-энды, мобильная разработка, есть даже геймтэп, еще куча другого. На что смотреть вообще, если я никогда не занимался программированием, но само по себе программирование мне интересно. Меня все еще зовут Сергей Немчинский, и я попытаюсь вам ответить на этот вопрос. Поехали! Сначала парочку дисклеймеров. Без дисклеймеров я не начинаю, вы знаете. Первый дисклеймер – это я не смогу вам отдать гарантированный ответ на этот вопрос по очень важной причине. Для каждого человека есть какие-то ключевые особенности, которые вот только для него свойственны, и которые делают какое-то из направлений программирования более ему приятным, а какое-то прям совсем неприятным. Причем догадаться о том, какая именно особенность будет задевать именно вас, практически невозможно. Единственный вариант – попробовать. Серьезно. Кроме всего прочего, еще довольно многое зависит от того, с какой стороны вы заходите в направление программирования. Довольно часто оказывается, что вы начали, ну, например, какое-то направление, не знаю, там, тот же самый, например, геймдев, но начали с какого-нибудь сложного очень фреймворка с C++ и так далее, и такой, ой, нет, это там все как-то тяжело, сложно, не хотеть. А если бы начинали, может быть, там, с более простого, условно говоря, Unity, то, может быть, зашло бы. Довольно-таки сильно зависит от ситуации. Плюс к тому, мы все с вами люди, живые. Это означает, что мы же меняемся каждый день. И, соответственно, то, что нам нравилось сейчас, через 5-7 лет, может вообще не нравиться. И наоборот, может понравиться то, что сейчас кажется просто, о, Господи, как это вообще может интересовать. Ну, и если вы выбираете только профессию программирования, совершенно ясно, что то, что вам нравится сейчас, будет совсем не тем, чем будет нравиться тогда, когда вы уже освоите профессию программирования, разберетесь и найдете свой собственный кайф в этой профессии. Но, сюда же добавлю последний дисклеймер. По большому счету, выбор направления программирования мало что на что влияет. Фактически он влияет только на то, чем вы будете заниматься на работе. Ну, как бы, так сказать, помимо программирования. Немножко влияет на, как бы сказать, дополнительную работу, которая не связана непосредственно с написанием кода. И об этом мы с вами как раз и поговорим в основном. Но давайте сначала все-таки посмотрим, какие есть список примерно направлений программирования, которые я бы хотел рассмотреть. И кратко я скажу, что с моей точки зрения с этим направлением так или не так. И что вам там понравится или не понравится. С моей точки зрения, да. Опять-таки, дисклеймеры я уже все сказал. Начнем с фронт-энда. Он впереди, поэтому фронт-энд. Программист фронт-энда разрабатывает пользовательский интерфейс. Он делает верстку, он делает любой интерактив, который есть в сайте, куда заходит человек. Всякая анимация, всякие проверки введенных данных, всякие там выскакивающиеся дополнительные информации. Если вы ввели какой-то кусок информации, там выскакивает какой-то еще кусок информации, например. Это все делает фронт-энд разработчик. Если вам нравится, чтобы получать результат практически сразу, вы только написали, запустили и смотрите, о, она уже работает. Вот она работает вот так. Сюда вот человек нажимает, вот это вот показывается и так далее. Ну, наверное, вполне возможно, что это направление будет вам интересно. Из-за недостатков этого направления, как лично для меня, я бы сказал, что это направление очень сильно связано с работой, ну, как положительной, так и отрицательной, да? Связано с работой с пользовательским интерфейсом, а это именно та часть, на которую пользователь очень болезненно реагирует. Например, если у вас одна кнопка выше другой, поверьте мне, для пользователя это выглядит как чудовищное уродство. И вообще, господи, что? Нет, господи, исправь, это кошмар. Это прямо ад. В то же время, как на байке, какие-то многие проблемы, ну, которые не вылазят прямо так, они не раздражают настолько пользователя. Поэтому довольно ощутимое количество работ для фронтендера будет связано с именно выравниванием элементов, изменением их цвета, относительной позиции, работать с разными браузерами, потому что одна и та же страничка в разных браузерах может отображаться совершенно не так, как вы хотели. И поэтому приходится там устанавливать условный Safari, чтобы именно в Safari сработало так, как вы хотели. Потому что вот, ну, не хочет. Ну, и чтобы параллельно не отвалилось во всех остальных браузерах. Также надо понимать, что здесь в работе фронтендера очень многое связано с, ну, вообще графикой, какой бы то ни было. То есть вам все-таки должно быть, вы, конечно, не дизайнер, но все равно должно быть близко само понимание того, вот получилось красиво или не очень красиво. Да, может быть, в какие-то моменты не все дизайнер вам отрисует, и какие-то аспекты вы все равно будете доделывать самостоятельно и с ним согласовывать. Поэтому все же части, связанные с UI дизайном, и в некоторых случаях UX дизайном, все равно вам придется доделывать. Поговорим теперь про бэкэнд-разработку. У бэкэнд-разработки, ну, практически прям противоположные преимущества и недостатки от фронтенд-разработки. Потому что фактически, с одной стороны, вы фактически никак не связаны с тем, что показывается на морде у клиента, кроме того, собственно говоря, непосредственно данных, которые туда выводятся, но и они выводятся все равно через фронтенд. Поэтому ваша задача, чтобы данные, которые пришли с фронтенда, правильно сохранились в базе, отработала вся бизнес-логика, все интеграции с разными системами, там платежи прошли, какие-то букинги сработали, там, whatever, что у вас там в системе. Но, соответственно, поскольку вы как бы не сильно влияете на то, как это отображается на мордочке, то вроде как, с одной стороны, у вас работа получается, ну, как бы не сильно связана вот именно с тем, чтобы куда-то сдвинуть и так далее. Но в этом есть и свои недостатки. Если вы любите сразу видеть результат своей работы, то как бы кент-разработчик, ну, вы там мало чего увидите на самом-то деле, то фактически ты что-то сделал, а хвалят фронтендера, потому что смотри, как красиво. У тебя работы, может, даже в 10 раз было больше, но ее не видно, потому что она где-то там на сервере. С другой стороны, обычно это и означает, что ты, в общем-то, волен, ну, если у тебя данные получились, данные сохранились и данные выдались, то все, тебе, в общем-то, как бы не о чем спрашивать. Все, ты сработал, отстаньте, больше ничего не надо. И это многим нравится. В качестве недостатка я тут еще скажу, что бэкэнд-разработчик обычно очень сильно привязан к серверу, на котором все это разложено. Раздаются права на Unix-like системах, а сервера это такие Unix. И вообще, в принципе, немножко понимать в админство, это необходимость для бэкэнд-разработчика, потому что в большинстве случаев ему придется все равно каким-то образом десетапливать свой сервер, какие-то, может быть, библиотеки доставлять, может, еще что-то, ну, в общем, там все по-разному. В общем, предполагается, что бэкэнд-разработчик таки умеет в админство сервера. Пусть и не как настоящий админ, но как джуниор админ, скажем. Если вас раздражает командная строка и ползание по логам, то, возможно, бэкэнд вообще не ваш. Но, с другой стороны, зато вы не обращаетесь никоим образом с дизайном совсем. Вообще. Ребята, кто следят за нашими стримами, те уже знают о скидках у нас в FoxMinded. 50% на все стартовые курсы, а именно на Java Start, Python Start, C Sharp Start и JS Start. Опытных разработчиков мы тоже не оставили без бонусов на праздники, но об этом позже. Формат стартовых курсов такой. Видеолекции от топовых разработчиков, практические задания для закрепления материала и чат для того, чтобы вы могли найти единомышленников и обменяться опытом. А теперь бонус для опытных разработчиков. Вам мы дарим 50% скидки на курс алгоритма и структуры данных. После прохождения курса вы сможете писать более эффективный код, правильно выстраивать архитектуру проекта и отдельных модулей, а также успешнее проходить собеседование. Курс состоит из серии видеолекций и практических заданий. Поспешите, акция действует всего 7 дней. Регистрируйтесь по ссылкам в описании. Теперь давайте поговорим про мобильную разработку. Мобильная разработка ближе всего с точки зрения именно функционала, который вы делаете как разработчик, к фронтенду. Потому что мобильный разработчик – это как раз разработчик, который делает то, что пользователь видит, на что пользователь как раз нажимает. Поэтому к его работе предъявляются примерно те же самые требования, что и в кронтенду. Всего это было удобно, чтобы кнопочки были на одном уровне, чтобы менюшка была удобная, правильная, так как нужно. Понятно, что ее разрабатывает дизайнер, но далеко не всегда все. Довольно часто оказывается, что по мере развития проекта нужно внести какие-то исправления в экраны. Например, забыли какой-то этап, а дизайнер был нанят, и он уже ушел на другой проект, и надо программистам сами придумывать, куда этот пункт засунуть, так, чтобы там ничего не разъезжалось. Распространенная ситуация, и вы должны быть к этому готовы. Опять же, немножко такое полудизайнерское отношение к своей работе абсолютно неизбежно. Вот так вот. Из преимуществ, наверное, то, что вы видите свою работу сразу. Вы не бэкэндер, которому просто фактически нечего показать. Вы можете вытащить из кармана свой телефон или планшет. Надеюсь, вы не храните планшет в кармане. Вот, и показать, смотри, вот это я сделал, вот оно, моя работа. И это многих очень сильно мотивирует к этому. Поговорим теперь про разработку для, скажем, десктопов и прочие сложные вещи. Ну, скажем так, на сегодняшний момент самая распространенная разработка, это все-таки разработка под Windows из этого направления, да, ну, потому что Windows'ов просто больше. И вторая по популярности, естественно, разработка под Apple. В принципе, если мы говорим про украинский IT-рынок, а он не сильно отличается от мирового, таких разработчиков существенно меньше, чем всех трех перечисленных предыдущих. Просто потому что, ну, посмотрите, например, сколько программ установлено на вашем компьютере, сколько программ установлено на вашем телефоне. Я что-то уверен, практически гарантированно, что на компьютере, если вы не программист, конечно, да, установлено в разы меньше программ, чем на телефоне. Ну, и, собственно говоря, это многое нам объясняет. Плюс к тому, ну, что там у вас из установленных программ? Я вот сейчас смотрю на свой компьютер, который здесь. Ну, пара десятков программ. На телефоне у меня далеко за сотню. Может быть, у вас телефон дохлый, туда много программ не влезает, но это такое. Под Windows программы разрабатываются практически в основном, ну, там есть мражные варианты, но самое такое штатное, правильное написание. Это разрабатывают на Дотнете, то бишь, на C-шарпе. Под Apple в основном разрабатывают программы на том же самом свисте, что и под Apple устройства мобильные. Таких компаний не так много, но если вам нравится это направление, то почему бы и нет. Я бы сказал, что направление это такое немножко в стороне, потому что, с одной стороны, разработчик десктопных приложений близок к разработчику мобильных приложений, тоже мордочка, тоже надо эти кнопочки правильно расположить и так далее. Но это приложение еще и должно само как бы осуществлять то, что называется бэк, да, там связываться с сервером, там какие-то делать интеграции, что-то еще и так далее. Ну, в общем, побольше вроде бы как работы. С другой стороны, то, что мне всегда не нравилось в десктопной разработке, это то, что ты никогда не знаешь, что установлено у твоего клиента, какой у него монитор, сколько там разрешений и так далее. И получается, что твое приложение может выглядеть вообще черти как. Абсолютно. Шрифты какие-то наркоманские установлены и так далее. Ты такой, ладно. Но если вам нравится это направление, то, собственно говоря, смотрите в эту сторону. Также есть кроссплатформенная разработка на C++, например, с использованием очень распространенного фреймворка QT. Но это довольно сложно, хотя люди, в общем-то, его любят. Из направления разработки я бы вспомнил еще Embedded разработку, но там все достаточно просто и понятно. Если вам вообще нравятся, знаете, головоломки в духе там, как что-то вот куда-то упаковать маленькое вот это, разобраться в деталях, понять, сделать так, чтобы программка быстро-быстро работала, потому что там очень-очень дохленькое железо и так далее, то в это направление имеет смысл идти. В принципе, если вы спите с паяльником, да, он у вас рядом с кроватью стоит, то вот это тоже ваше направление. Там вам тоже будет весело. Это как раз такое направление, где программируют какие-то устройства, которые вставлены в другие устройства. Например, это вообще практически любое устройство, которое только придет в голову. От бортового компьютера, автомобиля, самолета и катера до, не зная, электронной сигареты. В любом устройстве там есть процессор, и там вот такая разработка ведется. И программисты там свои особенные, которые любят байтики считать, которые побежали туда, побежали сюда. Ну и последнее направление, которое я хотел сказать, это геймдев. Надо помнить о том, что геймдев на сегодняшний момент, это не только про игры. Как ни странно, да, во-первых, геймдев совсем сейчас не только про игры. В геймдеве также происходит разработка всего того, что связано с виртуальной реальностью и аугментной реальностью. Как это называется, наложенной реальностью. И эти направления гораздо сильнее развиваются не в области игр, а в области промышленных симуляторов, управления какими-то большими цехами, складами. Ну вот для примера, например, не знаю, там амазоновский склад. Там используется везде практически всякая наложенная реальность. То есть оператор этого склада надевает очки в наложенной реальности, смотрит по стойкам и понимает, где что расположено. Потому что ему там подсвечивается стрелочками и так далее. Все вот такие приложения разрабатывают как раз геймдевелоперы. Как ни странно. Вообще геймдевелопмент очень отдельная отрасль. Она очень сильно отдельно стоит от всей остальной айтишки, потому что есть там огромное количество профессий, которых в остальной айтишке нет. Там, например, есть и композиторы с музыкантами, и саунд-продюсерами. Есть отдельная профессия геймдизайнер, который вообще нет ничего похожего в другом айти. Потому что это как бы как режиссер для фильма. Человек, который придумывает сюжет игры. На сегодняшний момент, в принципе, если очень грубо, и именно для новичков, чтобы вы тут, если опытные геймдевелоперы, не набрасываетесь, я вкратце рассказываю. Есть два основных направления сейчас разработки от игр. Это очень популярная и бурно развивающаяся отрасль разработки на Unity. Из XC Sharp на Unity. В основном на Unity разрабатывают казуальные и гиперказуальные игры. Если вы откроете большую часть Google Play в играх, там практически все игры разработаны как раз на нем, потому что на нем быстрее разрабатывать и дешевле. Игры с достаточно неслабой графикой. Конечно, на Unity можно разрабатывать игры с большой графикой, но если игра не требует большой графики, то на Unity как раз ее гораздо быстрее сделать. И поэтому очень много на Unity делается вот таких приложений. Практически весь Google Play и Apple Store ими забит. И если вам нравится разработка казуальных игр, то, условно говоря, какие-то три в ряд, пассиансы, ну вот такие вот игры, в которые играют все, то в Unity вполне подходящий вариант и там много такой работы. Как я уже говорю, не обязательно на Unity разрабатывают только это. На Unity много чего еще разрабатывают, но в основном это оно. Если же мы говорим про игры с тяжелой графикой, когда там нужно очень сильно оптимизировать, там какие-то четкие правильные понимания того, как физика работает и так далее, то есть она реалистичная графика, то обычно это идут C++-ные движки. Самый популярный из них Unreal. Я думаю, вы знаете. И надо понимать, что примерно в этом направлении как раз и работают много как раз виртуальной реальности. Потому что там вот как раз вот эти все движки очень к этому приспособлены. Это не значит, опять-таки, что на Unity нельзя это разрабатывать. Просто я говорю про в основном направлении. Также есть много что не программистских специальностей, которые я тут не брал. Всякие Data Science, Automation QA, DevOps и так далее. Но и так видео получилось слишком длинное. Не хочу вас загружать. Итак, если вы новичок, я бы советовал вам в первую очередь определиться с теми направлениями, которые в принципе вам было бы интересно попробовать. Я советую больше двух, ну трех максимум не смотреть. Потом из них выбрать все языки программирования, которые вы хотите попробовать. Посмотрите видео, вот там оно будет, какой язык программирования выбрать в 2023 году. Зайдите туда, посмотрите, я там рассказываю, как это делать. А здесь я вам просто рассказал, из каких направлений и как определяться, что вам в принципе подойдет, что нет. Но, возвращаясь к дисклеймерам, никто вам не гарантирует, что вы верите правильно. И опять же, возвращаясь к дисклеймерам, это не страшно. На самом деле вы спокойненько можете при этом перейти в другое направление. Это абсолютно нормально. Правда. Люблю вас. Подписывайтесь, ставьте лайки. Не забывайте про наш инстаграмчик. Пока. Успех не окончателен. Ни удачи не фатальны. Значение имеет лишь мужество продолжать. Уинстон Черчилль. Решительность – ключ к достижению цели. Столкнувшись с трудностями, важно помнить, что неудача – это не конец, а скорее возможность учиться и расти. Продолжайте двигаться вперед и никогда не отказывайтесь от своей мечты. Субтитры создавал DimaTorzok